Привет, меня зовут Павел Белинский и вы на одноименном канале. И сегодня мы разберем статью Медузы, этот вопрос риторический, я не буду на него отвечать, или как прожить на 10800 рублей. Пескова вслед за Путиным спросили, как же прожить на 10800 рублей. Итак, расшифровка. Коммерсат.фм. Вопрос об уровне жизни россиян, навеянный вчерашней встречей Владимира Путина с горожанами в Санкт-Петербурге. Тогда одна женщина довольно эмоционально задала президенту вопрос, как можно прожить на 10800 рублей в месяц. Еще раз повторяем, этот вопрос был задан в Санкт-Петербурге. Хотели бы уточнить, нет ли ощущения у Кремля, что вопрос о зарплате президента и нищенских доходах это некая провокация? Дмитрий Песков, нет, я не думаю, что это провокация. Вы знаете, что Путин часто общается с людьми и во время поездок по регионам, и в данном случае в Санкт-Петербурге. После того, как он возложил цветы к памятнику Собчаку, он увидел, что просто собрались люди и он подошел к ним пообщаться. Там стояла женщина, которая совершенно спокойно и вдумчиво говорила с президентом, давала свои аргументы и выслушала его аргументы. Поэтому здесь вряд ли можно говорить о какой-то провокации. Коммерсант спрашивает, ну раз не провокация. Но Владимир Путин, судя по всему, не имел возможности обстоятельно ответить на ее вопрос, так как времени было недостаточно. Но не могли бы вы в Кремле уточнить, как именно жить на 10 800 рублей в месяц? Бывший премьер Медведев рекомендовал, например, учителям, получающим низкую зарплату, идти в бизнес. Также советовал просто держаться. А что бы вы рекомендовали в Кремле? Дмитрий Песков. Во-первых, это сумма ниже прожиточного минимума и ниже минимального размера оплаты труда. А я напоминаю, что минимальный размер оплаты труда, даже если брать в идеальном ее варианте, считается до вычета НДФЛ. Как вы знаете, они у нас приравнены друг к другу. Здесь, конечно, нужно в каждом конкретном случае разбираться. Что это за зарплата? Где? Что это за ставки? Мы неоднократно разбирались с такими конкретными ситуациями. Когда получали обращение, когда шла подготовка к прямой линии. И мы часто приходили к выводу, что не везде, скажем так, четко сформулирована эта сумма. Где-то эта сумма сформулирована за какие-то полставки работы, где-то еще что. Поэтому обобщающих выводов я бы не делал. Что касается низких доходов россиян, вы знаете, что президент об этом говорил в федеральном послании. И на повышение жизненного уровня, и на повышение доходов направлена целая программа. Скорее всего, это программа с Соловьевым. И вчера, общаясь с этой женщиной, президент говорил о том, что делается. Безусловно, к сожалению, невозможно ждать сиюминутных результатов. Но делается очень многое для того, чтобы поступательно поднимать жизненный уровень. Коммерсант. Дмитрий Сергеевич. Ну вот по России мрот составляет 12 130 рублей. Предположим, что все поднимутся до этого уровня. А как тогда жить на 12 130 рублей в месяц? Дмитрий Песков. Я не могу ответить на этот вопрос. Это вряд ли входит в мои функции. Я не могу на него отвечать. Этот вопрос скорее риторический. Но если мы говорим о том, что делается для повышения жизненного уровня, вот только что я вам рассказал, что на это отвечал президент. А вот что говорил накануне о низких доходах россиян Владимир Путин. Вы знаете, кого стоит в магазинах и купить продукты на один день? Ну, если это такой понятный вопрос, то что... Это тысячи, это минимум, максимум, даже все три. А вот и дети, которые матери, которые воспитывают детей. Ну, понимаю, поэтому мы сейчас вот эту программу поддержки семей с детьми. И, конечно, бухгалтерский учет, неструдно учить, потому что это все-таки тот предмет, который для меня просто по непониманию, он просто не прост. Сложно. Я, конечно, стараюсь, но мне очень часто главное пользовать, потому что мне нашли оттеку волоска. Я все-таки стараюсь учиться. Не отчаивайтесь, что это не меняется. Но мне еще дали на вторую группу, и я вот не представляю, вот у нас парень вместе с нами учится, Дима зовут. У него пенсия, там пенсия, у него третья, у меня вторая. Знаете, какая у него пенсия? Три тысячи восемьсот. Я понимаю. Вы сами могли прожить на такой плече? Три тысячи восемьсот. Ну, конечно. Почему это потолок? Больше не платят. Ну, конечно. Ну, конечно. Исказано для того, что есть какие-то дополнительные, как вот эти трех-трех-трех-трех-трех-трех-трех-трех-трех-трех-трех-трех. Конечно, на эти деньги нужно. Государские думают, что они не состоят. И вот реально он помогает маму, если бы ни маму, ни папу, ни беду. Да, вот видите. Знаете, сколько сейчас стоит квартира? Квартира? Ну, именно плата за квартиру. Ну, тысяч четыре точно. И сейчас постоянно повышают, сейчас постоянно повышают взнос за критерий монтаж. Было 200, сейчас стало 500 рублей. Смотрите, я в некоторых странах приезжаю, да? А где, может, лишних денег нет? В некоторых странах приезжаю, смотрю, разваленные данные. Вот просто рушатся. Ну, наверное, нет. Я спрашиваю, а почему? А потому что приняты законы, не позволяющие повышать варклату, с одной стороны, а, с другой стороны, запрещающие выселять квартиру. И всё рушится. Понимаете? Поэтому, конечно, вы правы. У нас очень много проблем, и социальных вопросов, которые уже должны решить. Почему она не решает? Решила. Почему она не решает? Вот сейчас целый пакет мер вопреки, например, в поддержке семейных. А, инвалидам? Понимаете? Мы тоже будем повышать. Повышать пенсию. Но почему-то интересно повышать пенсию. Для детей вот подвозивающихся, да? Значит, вот, неслабленность. С трудом. Хорошо. Спасибо.